Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об использовании янтарной кислоты в садоводстве и огородничестве. Янтарная кислота является очень важным компонентом обмена веществ, как человека, так животных, так и растений. Это универсальный источник энергии для многих и многих живых организмов и для растений в том числе. В этой связи янтарная кислота может выполнять очень важную функцию. Она может восполнять энергетический дефицит у растений. Если растение тяжело приживается, если оно находится в стрессовых условиях, если на него напали болезни или вредители, Если вы просто хотите ускорить его рост и развитие, используйте янтарную кислоту. Научных обоснований эффективности янтарной кислоты довольно много. Из-за этого существуют стандартные препараты янтарной кислоты для использования в садоводстве и огородничестве. Янтарин и другие. Главное, чтобы в его состав входила янтарная кислота. Кроме того, поскольку янтарная кислота важна также и для здоровья человека, вы можете найти янтарную кислоту в виде различных таблеток или БАДов в аптеках. Количество янтарной кислоты, которая может быть усвоена растением при корневой или некорневой подкормке, не так и велико. Поэтому использовать янтарную кислоту для подкормок растений можно в небольших количествах. Наилучшим способом внесения янтарной кислоты являются опрыскивания. Почему? Потому что, конечно, когда вы внесете янтарную кислоту в почву, микрофлора моментально подхватит эту янтарную кислоту, поглотит и использует на свои энергетические нужды. Вполне может быть, что растению там немного и достанется. Хотя, как мы уже знаем, стимулирование полезной микрофлоры почвы является также очень важным фактором успешного огородничества и садоводства. Для приготовления рабочего раствора янтарной кислоты будет достаточно такое количество препарата, которое будет содержать 2 грамма чистой янтарной кислоты на 10 литров. Почему я не рекомендую какие-то конкретные цифры, возьмите такое-то количество таких-то таблеток или еще каких-то, потому что дозировки янтарной кислоты в различных препаратах бывают разными. А рассчитать, сколько нужно этого препарата, чтобы у вас получилось 2 грамма чистой янтарной кислоты, не так уж и сложно. 2 грамма, 3 грамма, в зависимости от состояния ваших растений. Если они сильно угнитивные, значит можно использовать и 3 грамма янтарной кислоты на ведро воды. Если же они находятся в более-менее хорошем состоянии, вы хотите просто укрепить их состояние, то будет достаточно и 2 грамма янтарной кислоты. В принципе, вы можете растворить янтарную кислоту в воде и обработать этим раствором ваши растения. Но давайте усилим действие янтарной кислоты. Янтарная кислота, как и все кислоты, хорошо соединяется с различными щелочами. Одна из щелочей, которая легко доступна в быту и обладает полезными свойствами для растений, является аммиак. Аммиак является источником азота. При соединении с кислотами он образует аммонийные соли этих кислот. Соответственно, мы получим аммонийную соль янтарной кислоты. Она называется сукцинат аммония. Для интереса вы можете посмотреть в интернете, поискать информацию о том, насколько ценное и важное это вещество для обмена веществ. Таким образом, переводя янтарную кислоту в сукцинат аммония путем добавления аммиака, вы сможете получить гораздо более активное вещество с сильными антиоксидантными и антистрессовыми свойствами. Для того, чтобы приготовить сукцинат аммония, вам будет достаточно взять 2 грамма янтарной кислоты и примерно 30 миллилитров аптечного раствора аммиака. Он будет в небольшом избытке, но это совершенно не помешает для нашей внекорневой подкормки в том объеме 10 литров воды, в которых мы это будем все разводить. Сделайте такой раствор и обработайте растения томата, перца, баклажана, буквально всех овощных и садовых растений в ближайшее же время. И вы увидите, насколько растения будут лучше себя чувствовать. Особенно те, которые почему-то чувствовали себя плохо, которым не здоровалось из-за повреждений, вредителями или болезнями. На этом я заканчиваю свой рассказ о пользе янтарной кислоты для растений. Уверен, что вы последуете моему совету, если такая ситуация у вас на участке случится и обработка такая будет необходима. На самом деле она необходима практически всем, кто пользуется рассадой. Посадили рассаду, обработали янтарной кислотой. Это очень хороший прием. Задавайте свои вопросы на портале процветок.ком. У нас там очень много интересных обсуждений. Нажимайте на колокольчик, чтобы подписаться на наш канал и быть в курсе всех наших последних выпусках. Если вам нравится получать информацию в виде чтения, печатную информацию, подписывайтесь на журнал «Урожайные сотки». Мы там публикуем довольно много интересной информации. Оставайтесь с нами, ставьте свои лайки. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok